Сегодня я вам расскажу о том, как я ошиблась с вином, как я перепутала вина. Но на самом деле, это еще и рассказ о том, как непредсказуема может быть винная ароматика. Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем канале, посвященном виноградарству и винодели. Зовут меня Светлана, я биолог по образованию виноградарь и винодел по призванию. С нами все это понятно и доступно. Итак, некоторое время назад я вам показывала дегустацию молодых вин. Ну, там было два образца. Одно это было вино из нейтурана, а второе это было вино из синих мускатов. Так вот, синие мускаты оказались на синие мускатах. Как так произошло, да? Как так получилось? В этом сезоне, ну точнее тоже был прошлый год, да, на дворе у нас год 24, у нас было 5 или 6 образцов красных вин. Почему так? Потому что сортов много и кое-что мы уже знаем, как сорта взаимодействуют между собой. Да, кое-что мы смотрим потенциал, видим, как кто себя проявляет, соответственно, потом будем принимать решение. А добавлять нам еще кусты этих сортов не добавлять, ну, кто с кем дружит и все остальное. И по возможности, да, вот мы что-то разделяли, что-то делали отдельно, как, например, нейтуранно, где-то смешивали, опять же, в зависимости, там, лобрусковая сорта с лобрусковыми, благородных европейцев с благородными европейцами и так далее. И одна из таких смесей, это были синие мускаты. Голланд, мускат, блау, альминский, ливадзийский, черный. Вот такая смесь. И смотрите, сезон виноделия, это осень. Это еще много других работ. Надо еще и столовый урожай выбирать, да, там скоро саженцы выкапывать, плюс там еще помидорки, да, тыковки и много-много чего другого. Но также те, кто не знает, у нас еще в семье маленький ребенок, который тоже требует очень много времени, да, и все успеть достаточно сложно. Еще и ролики снять, да, еще бывает и на чьи-то вопросы ответить. То есть, понимаете, времени на самом деле. Вот столечко. И по возможности, вот мы, например, снимали именно с мезги, прессовали уже, когда стали дображивать бутыли, я старалась их подписывать. Но где-то я надеялась на свою память, что, ой, вот я запомню, да, что-то я подпишу там через день, через два. Да, ну, потому что вот все вот так вот очень быстро. И у меня была подписана бутыль с синими мускатами. Когда наступило время съема с осадка, то бутыль с синими мускатами и еще одна бутыль, они еще довольно активно бродили. И мы решили их пока не трогать, стали снимать все остальное. И вот все остальное, там, сделка была подписана. Что-то вот где кадарка Марселан и Репо там по количеству можно было определить. Что это они, там тоже было все понятно. Там еще и цвет очень сильно отличается. Будет, наверное, в ближайшее время дегустация. Покажу, расскажу. Там интересные такие наблюдения. И вот берем бутыль, такое черное темное вино. И, конечно, когда мы снимаем с осадка, мы все пробуем. Ну, надо понимать, да, может там что-то не так пошло. Может там какие-то плохие процессы пошли, еще что-то. И я пробую и понимаю, что вот там мускаты. Там, да, они не такие вот яркие, бьющие в нос. Вообще домашние вино из мускатов. Но если брать вот по сравнению с магазинами, которые прям вот сразу текут, ну, своим запахом и вкусом иногда кажется, что прямо оно такое химозное. Нет, домашние они такие прям очень спокойные. И там чувствуется, что вот мускаты есть. То есть, опять же, для тех, кто не совсем еще понимает, о чем речь. Вообще вкус муската, это вот если разжевать зерно кориандра. Вот примерно то. Бывает, вот кориандр же тоже сыплет в вареную колбасу, в сосиски. Вот там тоже чуть-чуть этот аромат бывает проскакивает. Ну, кто уже знает, да, тот примерно представляет. В домашних винах мускаты проявляют себя немножко по-другому. Они проявляют себя леденцами. Такими вот яркими, вкусными, вот стекляшечками, к этим монпансе. И поскольку, ну, несколько лет уже мы делали вины из мускатов, то есть гиребы делали. Да, он розовый, но тем не менее там этот аромат и вкус яркий, да. Синих мускатов мы в прошлом году делали галант по карбонической мацерации. Да, там был немножко специфический вкус, такой очень приятный. Ну, тоже вот эта вот конфетка. Плюс в прошлом сезоне была там, правда, мускат была в смеси. Ну, тоже явно чувств, он себя там проявлял. Понятно, что, поскольку там он был в смеси, его было треть, наверное, а может даже четверть от общего состава, то он тоже не был там, вот прям яркий-яркий. Ну, чуть-чуть наблюдался. Это я к чему рассказываю, что то, как мускат проявляет себя в вине, синие, да, и не только синие. И я как бы знала. Так вот, то есть я пробую, да, понимаю, что там точно есть мускатные ароматы, да, и не очень яркие. Конечно, меня это может немножко удивляет, но может так и надо, да. Но не точно есть. И это точно мускат, но перепутать его с чем-то сложно. И уже в банку, где синяя мускат и подписана, я просто не лезу. Да, я предполагаю, что там то, что последнее осталось, это смесь Ланду-Нуар, Макузани, Ронда, это основное, ну, плюс там еще по мелочи Севар туда попал, туда попал Аколон, туда попал Дарфильдер. Ну, там маленькие сигналочки, поэтому не шибко они на чем-то скажутся. Ну, хорошо, значит, они там, да, это здесь. И зная, опять же, что мускатный аромат долго не живет, мы, что принимаем решение, это вино потреблять. Вот я снимаю дегустацию с маленькой бутылочки, а потом мы все это постепенно-постепенно потребляем. Мускатный аромат очень легенький, шикарное состояние по кислоте, вот прям, ну, опять же, никакой криостабилизации мы не делаем, никакого винного камня нам не надо выпадать, потому что там и так все в балансе, шикарно. Вот вся кислота, которая там есть, она прям, пусть там и остается. Но оказалось, что я перепутала, а теперь рассказываю, что дальше. Вот после съемки, проходит еще там неделя, может, две, берем еще бутылочку этого вина, и я пробую. Думаю, ну, как-то вот мускат, вот, ну, уже был. Взял и совсем ушел. Не, ну, жалко, конечно, но уже как есть. Ну, зима такое приятное, интересное. И поскольку оно было там в районе пяти литров, литра мы подарили, нам осталось четыре, по полулитровым бутылкам разлито, периодически брали, пробовали по чуть-чуть. Я бываю вечером там, бокальчик. Я думаю, ну, жалко, конечно, вот мускатный аромат все-таки ушел. Но интересно, в один день я явно чувствую чернику. И так вот про себя думаю, ну, вот такая черника, вообще ее Лондон-Уар дала. Ну, странно, ну, интересно, да. Потом другой день думаю, так, вишня. Откуда вишня? Кто дает вишню? Ну, ладно, кто-то дает вишню, Ронда, на самом деле. Да, потом там еще в какой-то день думаю, странно, вот какие-то чуть-чуть копченые нотки появились, вот прям такие. Ну, они не явные, но они есть. Мукузанин дает такие нотки. Ну, тоже странно, да. Ну, ладно, ну, так есть. И все мы это благополучно выпиваем. Эти четыре литра. И как бы, ну, периодически, да, у нее появляется такой аромат, такой аромат. Как интересно раскрываться синий мускат. И жалко, что сам вот аромат мускатов ушел. Ну, тоже все говорят, что, ой, вообще, синий мускат насухо сбраживать вообще категорически нельзя. Ничего с этого не получится, не получится, да. Ну, значит, у нас не получилось. Но вино интересно. Вино классное, питка. Притом я говорю, да, что по кислоте вообще шикарный баланс. Ну, вот все прием. И тут уже после Нового года, думаю, что, ну, вот те вина, которые у нас остались, которые еще бродили на тот момент, так получилось, что мы, например, собирались, что вот еще там неделька, да, постоит более-менее погода. Не самое холодное мы приедем, тогда их перельем, снимем с осадка. Ну, так получилось, что мы уже приехали в город, мы с малышкой заболели. Следующие выходные мы не поехали. Ну, короче, там наши всякие дела не получилось. Думаю, что надо же эти два вина снять с осадка. Ну, мы решили, что не ехать нам туда их снимать, да, а привезти их сюда, чтобы снять с осадка. И, конечно же, мы их пробуем. И банка с синими мускатами оказывается синими мускатами, потому что там тот же мускат, но гораздо ярче. Вот там уже точно не перепутаешь. Конечно, если бы я пошла в тот момент, перепроверила, хотя бы нос просто засунула в бутыль, а все стало бы на свои места. Ну, видите, я понадеялась, да, на свой нюх, на свой вкус, который меня, к сожалению, подвел. Вот такая получилась история, к чему я вам это рассказываю. Рассказываю я вам это к тому, что, смотрите, насколько интересно может проявляться ароматика винограда у тех сортов, ну, вот в той смеси, где Лондон-Уар, там точно никого мускатного не было. Нет, там обычная красная сорта, тем не менее, на определенной стадии они взяли и выдали мускатный тон. Нежный, легкий, приятный, да, не такой выразитель, но он меня сбил с толку. Вот так бывает, вот настолько может меняться ароматика, а потом тоже как интересно, что, понимаете, в один день вот больше вишни, в другой день больше чизника, в третий день вот больше копчености. Казалось бы, одно и то же вино, но вот как оно развивается. В разных бокалах оно вообще вот настолько разное. Чувствовалось даже было, что подарили мне большой, красивый рейдолевский бокал на Новый год. Да, ну что дарить увлеченному человеку, то, чем он увлекается. И вот муж пьет с одного бокала, я налила в этот рейдолевский, и я пробую у него, пробую у себя, у меня прям вот такие вот глаза. И я говорю такое вот слово «обалдеть», потому что разница. Вот одно и то же, но вот 5 минут назад налили с одной бутылки. Оно очень разное, очень по-разному раскрываются ароматы, но, конечно, все они раскрываются хорошо и интересно. И да, в ближайшее время нас ждет дегустация по синим мускатам. Обязательно покажу, расскажу, вот как они себя чувствуют на сегодняшний день, полностью выбродившие, да, в сухом состоянии. Ну вот какая ароматика, какой цвет, все это обязательно вам покажу, расскажу. Ну и напоследок, то вино, которое мы перепутали с синими мускатами, да, мы выпили только половину. Половину у нас еще осталось. Поэтому мы еще раз с вами его продегустируем обязательно, но я думаю, что это уже будет ближе к весне, потому что вторая часть осталась в холоде, то есть она там уже в холоде и стоит, да. А весной попробуем. Надеюсь, вам было интересно. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под роликом, нажав кнопку еще, ссылка на каталог наших сортов и награды, наши контакты. До новых встреч.